Продолжение следует... Представляющее — это жизнь компании, жизнь проектов. И чтобы сотрудники не уходили, ими надо заниматься. Я хочу сегодня рассказать, как мы столкнулись с историей текучести, как мы вообще познакомились с этой темой и что мы с этим делали. Немножко пару слов о нашей компании. Компания занимается аутсорсингом тестирования. У нас все сотрудники работают на удаленке. У нас есть офис, там целый, один бухгалтер работает. Я в компании уже 4 года. Вместе со мной компания росла. И когда-то нас было еще совсем чуть-чуть, 20 человек. И вопрос текучки нас вообще не волновал никаким образом. То есть кто-то уходил. Это было редко. Это была прям для нас иногда трагедия. Иногда мы провожали человека в новую жизнь. Такая мини-семья. Каждый знает друг друга, каждый знает, кто чем живет и так далее. Компания потом росла. Нас стоялось больше. И когда численность сотрудников приближалась уже к 100, стало происходить что-то невероятное. То есть такое было ощущение, что пошел какой-то поток увольнений. Каждый месяц кто-то увольняется. Да, приходят новые, но люди уходят. То есть раньше такого не было. А тут чем больше нас становится, тем больше людей уходит. Может, один, два, три человека уволятся в течение месяца. И так каждый месяц. Ощущение было, что вот какое-то стоп-увольнение. И у сотрудников стало ощущение какое-то, что что-то не так. Что-то, наверное, где-то происходит. Мы чего-то этого не видим. Тем более, поскольку аутсорс, проектов много, они разные. Сотрудники работают на разных проектах. И кажется, что если у меня на проекте все хорошо, то там, значит, что-то не так. Где-то что-то плохое и непонятно что. Либо бежать, либо оставаться, либо узнавать, где что происходит. И когда мы с этим столкнулись, мы поняли, что надо этим заниматься. И первое, что мы сделали, соответственно, мы научились считать процент текучки. Мы посчитали и увидели цифру, которая, мягко говоря, нас шокировала. Когда ты считаешь люди, один человек, два человека в месяц, это не так еще страшно. Но когда ты видишь 56% в компании, это кажется, ого-го, ребята, что происходит. Причем в интернете говорят, что норма в IT-компаниях, в IT-отрасли это 5-10%. То есть отрыв колоссальный. Мы начали копаться дальше в этом вопросе, изучать вопросы текущести. Нашли небольшое для себя оправдание. Оказывается, что не просто 5-10% это не самая-то норма, к чему надо стремиться. Есть еще норма по начинающим специалистам, есть по департаментам различные нормы. Начинающих специалистов это 30-40%. Это, конечно, хорошо, когда в компании работают одни суперквалифицированные люди, но реалии такие, что не всегда так. Мы открыты, наша компания открыта к начинающим специалистам, мы берем джиннов, развиваем их. Все равно цифра выходила за рамки притча любого. И мы начали изучать вопрос. Дальше мы изучили причины. Все источники говорят, что надо изучать причины. Конечно же, мы пошли изучать причины. Причин было много разных. Они не были очень критичные, но были какие-то дыры. Это был не совсем качественный подбор иногда. Это была плохая адаптация, либо иногда отсутствие ее. Неудовлетворенность отношения в проектах. То есть, как я говорила, разделение по проектам. Люди ассоциировали себя не с компанией лаборатории качества, а с тем конкретным проектом, которым они работали. Что, в принципе, влияло на общую составляющую. Пошли дальше, чему нас учил справочник, как работа с текучкой. Нам рассказали про различные способы борьбы. Соответственно, мы дыры нашли какие-то, их надо было залатать. Полностью переделали фактически систему подбора. Подбор стал круче, лучше. Это было прям заметно. Проработались адаптации. Прям внедрили целые процессы. Проработались причастностью, вовлеченностью сотрудниками. И много-много-много действий разных. Мы получили одну классную, огромную программу по удержанию сотрудников. Это еще не вся. Она расширяется дальше и дальше. Огроменная, классная программа. Мы начали ее прикладывать к нашим сотрудникам. И, соответственно, заниматься тем, чтобы люди оставались дольше. Программа удержания. Мы думали, что будет работать очень классно. Прошло 4 месяца. Мы измерили результат. И стало целых 51%. Ну, это, мягко говоря, не тот результат, который хотелось бы получить при огромных усилиях, которые мы закладывали. То есть сама программа большая, время тратится огромное. На каждого сотрудника мы уделяем время. А они все равно куда-то там утекают. И тут начали посмотреть, что с программой может быть не то. Начали анализировать, с кем мы работаем. Допустим, приходит новый сотрудник. Мы сразу к нему применяем нашу классную программу по удержанию. Рассчитываем ИПР, развиваем, подаем обратную связь, помогаем. Человек говорит, я так хочу развиваться, я так начинающий специалист, говорит, я хочу развиваться в области тестирования, я хочу быть классным специалистом, мне так нравится ваша компания, хочу с вами работать. И через полгода он увольняется. И мы такие, а как так? Оказывается, что, в принципе, ему не особо-то, на самом деле, хотелось работать в нашей компании. Ему надо было полгода стаж трудовую, потому что у него там уже была какая-то компания, которая ждала его со стажем полгода. Не знаю, что там подробности все, но ладно, окей. Тогда мы берем нашу программу удержания и идем дальше. Есть у нас специалист, долго, классно работает, мы его очень любим, хотим работать с ним дольше. Мы берем нашу программу, приходим к нему, говорим, вот, давай мы тебя будем удерживать там, и так тебя развивать, и так, и все, чтобы у тебя было хорошо. Он смотрит, говорит, ребят, ну давайте вот без этого. Вот я работаю, у меня все классно, у меня все устраивает, у меня шикарный проект, у меня шикарные задачи, я знаю, как мне развиваться, я знаю, что я вообще хочу и куда мне дальше жить в нашей компании. Говорит, давайте так, вот если у меня будет что-то плохо или вопросы, я сам к вам приду и скажу, ну вот давайте вот без этого, не мешайте мне работать. Давайте вот спокойно, классно поработать. Люблю, обожаю, не трогайся лишний раз. Такие, окей, извини, сворачиваемся, уходим, но прилетает с другого конца. Другой сотрудник, тоже не один год работает в компании, он приходит и говорит, ребят, а я ухожу. Мы такие, подожди, подожди, мы просто до тебя не успели добежать, у нас вот есть классная программа по удержанию, мы ее хватаем, бежим к нему. Говорит, вот очередь до тебя еще не дошла, а так вот сейчас все у тебя будет хорошо. Он говорит, а мне уже не надо. То есть человек уже три месяца ищет работу, у него уже классный оффер на руках, ну как бы не успели. И тут мы подумали, а что не так с нашей программой? В принципе, программа, она рабочая, она классная. Но когда ее применять? И кому ее применять? И надо ли ее вообще ко всем применять? То есть дело не в программе, а хотелось бы получить какую-то такую лампочку, которая бы подсвечила, кому в какой момент надо применять эту программу. То есть вот чтобы она загорелась, смотри, здесь что-то вот происходит. И ты со своей программой приходишь, и ее не всю накладываешь на человека, а вот уже точно понимаешь, где у него что болит, насколько-то он в каком-то случае несчастен, если продолжать тему счастья, чтобы помочь ему на самом деле решить его вопросы и решить вопросы компании. То есть не просто для бизнеса, но и для людей. Держать тот баланс, чтобы и сотрудники для компании, и компания для сотрудников. Измеримые метрики в HR — это та тема, которую многие хотят получить, но не у многих получается. И мы начали искать какие-то готовые инструменты, и то, чего мы хотели получить, именно ту самую лампочку, готового мы не нашли. Поэтому пришлось крутить лампочку самим. Первое, что мы сделали, мы выделили те нюансы, которых нам не хватало в нашей программе удержания. Чтобы понимать, кому, когда и как применять, мы выделили три метрики, которых нам не хватало. Первое — это лояльность. То есть насколько человек надежен, верен компании, насколько он хочет работать именно в нашей компании. Не просто работать, а именно в нашей компании. Потому что мы очень много времени уделяем софт-скиллам, и мы хотим работать именно с теми людьми, с которыми нам комфортно и которым комфортно работать с нами. Не просто кто-то поработал, мы ему зарплату перечислили, замечательно, бизнес идет, вертится, и все круто. То есть чтобы коллектив был слаженный. Второе — это потенциал. Не только то, что сейчас делает человек, но какие у него задатки на то, что он будет делать потом. Как он будет расти, чтобы мы могли понимать, как там вместе дальше двигаться. И третье — это компетентность. То есть те базовые технические характеристики, которые есть сейчас, как они развивались, и понимать, как они будут развиваться. И получили такие три метрики, сокращенно ЛПК. Дальше буду говорить про них как ЛПК. Классно, замечательно. Три метрики есть. Чтобы их измерять, их надо загнать в цифры. Потому что насколько ты лоялен, применить это очень сложно. Поэтому мы решили для себя определить цифровую градацию от нуля до четырех. Почему именно такую? Потому что у нас уже была такая градация, встроенная, чуть дальше расскажу. И поскольку уже есть, зачем, чтобы изобретать велосипед, можно сделать что-то идентичное на эти же метрики. Где ноль — это нет информации пока что вообще. То есть мы ее по каким-то причинам не успели получить, не поняли, не узнали. Ее пока что нет. Один в соотношении лояльности значит человек, сотрудник. Работает, ну как бы просто работает. Он не ради компании, он приходит работать в работу ради своих каких-то целей, достижений. Может просто поработать, деньги получить. Два балла. В целом доволен компанией, условиями. Но если где-то к нему придет какой-то оффер, он вполне себе скажет, ну, ребят, спасибо большое за работу. У меня было все хорошо, но там просто условия лучше предложили. И уйдет. Три балла. Три балла — это уже такая большая вовлеченность. Человеку переживает за успех проекта, за успех компании. Он где-то там ставит хэштеги, там работаю в ЛК, положительно называется. И такого сотрудника уже переманить сложнее. То есть если его кто-то переманит, он приходит и говорит, что «Ребят, вот честно, так люблю вас, все хорошо, но там предлагают такие классные условия. Не знаю, даже меня прям ломит. И уходить не хочу, ну и там какие-то такие классные вещи предлагают». И с ним уже можно говорить, обсуждать, дальше прорабатывать. И четыре балла, то есть сотрудник еще не готов вообще никуда уходить. Он говорит, да вы что? Ему кто-то там пытается ханить. Он говорит, я же… Вы к кому обращаетесь? Вы представляете, где я работаю? Я в компании работаю. Не надо мне ваше предложение. Да мы вам предложим. Да вы не слышите. Говорит, мне не важно, что вы предлагаете, сколько предлагаете, где и когда. У меня все отлично. Вот эти люди — это просто конфетка шикарная, с ними работать с одной удовольствием. Такая же градация идет по потенциалу. Ноль, соответственно, нет информации. Один человек задачит задачу. Это могут быть, в принципе, неплохие руки, но он делает ее сейчас, и, в принципе, он будет ее делать через месяц, через полгода. Уровень сильно не будет расти, он не будет брать на себя какие-то дополнительные задачи, ответственность и так далее. Человек есть, сотрудник работает, и, в принципе, хорошо. Неплохие руки. Два балла. Сотрудник развивается, но это скачками. То есть нет какой-то такой лестничной, наверное, системы. Там прискакала одна задача, там почитал, изучил, и уже получил какие-то знания. Прискакала другая задача, он там тоже что-то подучил, поскакал, спрашиваешь, куда хочешь развиваться? Он говорит, не знаю, все так классно, не знаю, куда хочу развиваться. Вот пока что все устраивает. Три балла. У человека классный потенциал. Его можно прям обрабатывать, развивать, но он самостоятельно сделать это не может. То есть если ему предписать индивидуальный план развития, четкий, классный, прям по ступенькам раскладывать, здесь надо почитать, здесь подучить, тут может курс какой-то пройти, он сделает все на ура. Но самостоятельно пока не может свой путь проложить. И четыре балла, то есть человек супер проактивный, он не только развивается, он предлагает идеи, он тянет за свою команду, он эти идеи реализует. Это вот просто не сотрудник, а бомба. Он пришел к себе с идеей, говорит, не просто там, у меня есть идея, а он говорит, я уже тут сделал, тут уже работает, тут уже такие результаты. И такой, вау, супер, очень круто. По компетентности немножко другая ситуация. Мы здесь уже не изобретали велосипед. У нас есть система performance review, где идет грейдирование тоже по компетентности сотрудников по каждой должности. Это может быть тестировщик-мануал, автоматизатор, это может быть руководитель, тест-менеджер, аккаунт-менеджер и так далее. И у каждой роли есть свой грейд. То есть тестировщик-мануал один, или стажер два, три, четыре. И эта компетентность, она тоже идет включать в пятибалльной системе. Все было хорошо, мы определили цифры, и их надо было, соответственно, собрать. То есть у нас есть метрики, у нас есть определение, что значит каждая метрика. Их надо собрать. Задачей было собрать их, не увеличивая текущую нагрузку менеджеров. Потому что у нас очень много было на тот момент идей, реализации и всяким анкетированием, опросами. Мы уже настолько замучили наших сотрудников, когда прилетала очередная анкета, они говорили, о, боже мой, ну что, опять? Давайте как-нибудь без этого. Поэтому большой задачей стояло собрать метрики, не увеличивая нагрузку, не делая дополнительные созвоны, метапы, разговоры и так далее. И мы определили для себя те этапы, которые уже есть в компании. Это три этапа. Первый — это собеседование. Люди приходят, с ним общаются, ему задают вопросы, с ним разговаривают. Почему бы не определить еще тем вопросам, которые задаются? Три показателя — УПК. Второй этап — это окончание испытательного срока. У нас после окончания три месяца проходит созвон, поскольку мы удален, но это все в скайпе, митинг может в офисе происходить. К этому ревью готовятся, анкеты заполняются, и все вопросы, которые определяют уровень УПК, они уже внедрены в эти анкеты. И, соответственно, тоже нагрузка не увеличивается, анализ все равно анкет проходит, беседа с сотрудником проходит, мы можем определить данные показатели. И третье — это перформанс-ревью. Проходит раз в год, если не запрашивал сотрудник раньше, можно запросить по каким-либо причинам раньше. И тоже это очень похоже на митинг по окончании испытательного срока, только он шире. Там уже больше можно дать обратной связи сотруднику по работе, сотрудник может дать обратную связь компании, что ему нравится, не нравится, как что-то можно улучшить, что сотрудник может сделать для компании. Тоже заполняются анкеты, вопросы внедрены в анкеты, мы получаем анализ. Что делаем дальше? Надо оценить. Какие бывают методы оценки? Это может быть личное субъективное мнение. Это мнение может быть руководителя, мнение коллег, мнение заказчика. Это может быть запрос такой специальный к коллегам, как Вася Пупкин, почему-то я всегда пример Васю Пупкина привожу, как с ним работает, какое у него отношение, как он развивается. Можно заказчику спросить, как он с Вася работается. Может быть, просто в беседе определяется. То есть какое-то субъективное мнение, но в пределах той градации, которая у нас есть. Не просто, мне кажется, Вася лоялен на двоечку. Не кажется, а давай с таблицей если отнесем, сходится, не сходится. Если сходится, значит двоечка. Это могут быть более объективные показатели, то есть анкетирование, перформанс-ревью. Как я говорила, вопросы, мы вшиваем анкеты. Анкеты, кстати, я вам, экземпляры, которые мы используем, предоставлю. Там ничего хитрого нет. Единственное, что я рекомендую, если вы делаете анкеты, во-первых, не брать готовых инструментов, например, шкала Террестон есть, потому что, когда приходишь с анкетой, к людям говоришь, мы хотим проверить вашу лояльность. Заполнитесь, пожалуйста. И прямо анкета называется «Определение лояльности». И там вопросы, насколько я отношусь к компании и так далее. И люди такие, что, что-то здесь не так. Зачем они это делают? И начинают волноваться, и, соответственно, отвечают неправду. Вам такие показатели, я думаю, нам не нужны. Неправда, она никому не нужна. Это лишняя работа. Алинизировать нет смысла этого. Потому что с этими данными ничего толкового не сделаешь. Поэтому вопросы точечно вшиваются в анкету. И я рекомендую, если это… У нас есть каждый месяц опрос удовлетворенности в компании. И надо по пассивальной шкале определить нас с утверждением, насколько я согласен или не согласен. Где один полностью не согласен, а пять полностью согласен. Чередовать вопросы. То есть если первый вопрос там «Меня все устраивает, полностью согласен, это пять». Есть у нас такой вопрос с подвохом. Например, если у меня будет возможность, я сразу же с удовольствием уволюсь из компании. И это, соответственно, если полностью согласен, то уже пять. Почему? Потому что есть такие люди, которые… О, боже мой, тут анкета, я ее заполню, и все пятерочки. И ты смотришь, либо у человека что-то состояние, у него там как на качелях, все великолепно, это все очень плохо, либо он смухлевал и особо не читал. Ты приходишь и спрашиваешь, как бы, а все хорошо? У меня все отлично. А там с настроением все замечательно, там проблемы какие-то. Никаких проблем. Говорит, а в анкете что-то, когда-то там случилось непонятно, а что там случилось? Говорит, ну там же надо было почитать немножко. Он говорит, да, ой, извини. Отрабатывается такая ситуация с сотрудником, они уже более внимательные, знают, что есть иногда подвохи, поэтому анкеты читают. Их читают и заполняют. Не могу сказать, что прямо вот на 100% это отдает там настроение, но в принципе динамику отследить это можно. И третья мета оценки — это экспертом по направлению. То есть если мы оцениваем компетентность, потенциал в какой-то области, то должны оценивать также эксперты. Если мы работаем с автоматизаторами, то, соответственно, это не девочка HR должна определять, какая компетентность у специалиста по автоматизации, а эксперт по направлению. Если есть эксперты внутри компании, это круто. Если нет, то рекомендую привлекать сторонних экспертов. Как часто собирать метрики? Хотелось бы вообще, чтобы метрики собирались не реже раз в квартал. Я не могу сказать, что мы пока этому соответствуем, мы к этому стремимся. Почему? Потому что очень классно отсматривать в динамике процесс работы сотрудника. И если это будет реже, чем раз в квартал, то динамика будет не такая показательная. И не чаще раза в месяц. Это уж точно, потому что, во-первых, за месяц мало чего критического может произойти у человека. А во-вторых, нам же надо не увеличивать нагрузку на менеджеров, на руководителей. Поэтому если делать чаще, то задачи становятся больше и больше и больше. Например, как это происходит? На примере собеседования. Приходит соискатель, ему задается определенный пул вопросов стандартных на собеседовании, и вшиваются вопросы по определению ЛПК. Например, если по лояльности к компании, что вы знаете о нашей компании? Бывают такие люди, которые приходят на собеседование, и когда спрашивают, что вы знаете о нашей компании, говорят, а с какой компанией мы сейчас говорим? Ну, вы ничего не посмотрели, мы вас пригласили. Он говорит, нет, нет. Я откликнулся на вакансию, их там было много, вы меня пригласили, я не успел посмотреть. Понятно, что о какой-то лояльности компании здесь речи быть не может. Возможно, она вырастет. Это не значит, что человек там плох, но на текущем этапе лояльность один будет, и мы ее можем занести в нашу базу данных. То есть мы сверяем с той таблицей, которая есть, и заносим потом, база данных, наверное, громко сказана, это просто такая табличка в Гугле, вся информация заносится в таблицу, то есть фамилия, имя сотрудника, если он прошел. Если не прошел собеседование, то не надо париться, забыли. Проект, на который он идет, либо на который планируется он идти, его должность, то есть какой департамент попадает, это же не обязательно технический специалист, есть административный персонал, дата занесения информации и уровень ЛПК в соответствии с нашей градацией. Если сотрудник прошел собеседование, испытательный срок, перформанс-ревью, еще где-то там запрашивали мы уровень ЛПК для просмотра динамики, старая информация не стирается, она хранится, сверху пишется новая-новая-новая информация для того, чтобы как раз нам получить динамику. И как раз после этого сбора данных начинается вот та самая лампочка, то самое волшебство, которое мы хотели получить для себя. Выглядит это так. Не самый волшебный вид. Что мы здесь видим? Здесь отображаются последние показатели по ЛПК, то есть если здесь хранится все, то здесь мы видим последние актуальные данные. Оценку по лояльности, потенциалу, компетентности, где салатовый цвет, это значит, что все хорошо по этому показателю, вот просто шикарно. Просто зеленый говорит о том, что тоже париться не надо, не беспокойтесь пока, что все замечательно. Желтый — это значит, что-то здесь не то. Можно обратить внимание, эта самая лампочка уже начинает подмаргивать, показывает, что посмотри, здесь что-то не так. Красный — это ужасно. Караул, все, швах, надо бежать, смотри, что здесь происходит. И, соответственно, тут синий ноль, это не собрали каким-то причинам эти данные, и это тоже плохо. Такого быть не должно, то есть все данные не должны быть. Для себя еще сделали цветовая градация для того, чтобы глазки не сломаться в таблицу, чтобы сразу можно было видеть, где моргает. И выделение цветом по сотрудникам, то есть салатовый — это как раз вот все хорошо, не беспокойтесь, как это выглядит в динамике. Пишили еще таблицу с динамикой, чтобы видно было, насколько у человека все хорошо или плохо, как он развивается. Если взять нашего Джон Сноу, все фамилии выдуманы, таких нет в нашей компании. Вот это как раз тот пример, когда человека трогать не надо. То есть не теребите его. Надо периодически напоминать о себе, все ли все хорошо, замечательно, все, лишний раз не мешаем. Он работает, у него все замечательно, у него высокий уровень лояльности компании. И скорее всего, если у этого человека, у этого сотрудника что-то случится, поменяется там настроение, ему там дадут какой-то, будет его хантить в наглую, может, не в наглую, он придет и к вам скажет, что, ребят, вот ситуация такая, или там что-то мои задачи текущие немножко подостыли. Этот сотрудник вам придет и все сообщит. Лишний раз его не теребите. Другая ситуация у сотрудника — низкий уровень лояльности. Но потенциал и компетентность достаточно высокий. Причем, если посмотреть динамики, лояльность подскакивала, а потом упала. Это те звоночки, которые надо отслеживать. Почему лояльность упала? Возможно, ожидания реальность не срослись. Возможно, что-то пообещали и забыли. Бывает такое, мы все люди. Что можно в этой ситуации делать? Либо работать над повышением уровня лояльности, либо просто иметь в виду, что этот человек может уволиться в любой момент. И если это ключевой сотрудник на каком-либо проекте, надо иметь в виду, чтобы завтра он не сказал, что он увольняется, и у вас проект полетел, потому что вся информация вертелась на одном человеке. Тут зависимость от проекта. Либо мы сделаем замену, либо разделяем ответственность по задачам, либо передаем информацию, ищем замену. Можно поговорить с таким сотрудником, спросить, ну как там у тебя, все хорошо, все плохо. То есть если мы будем прям насильственно пытаться его удержать, и сотруднику может быть плохо, то есть он уже, допустим, перегорел, он больше не хочет с вами работать, и вы его там насильственно удерживаете, предлагаете всю вашу программу по удержанию к нему, и ему как-то вот и сказать сам стыдно, ну как-то не по себе. Люди работают, меня там пытаются удержать, замотивировать, а вот мне что-то не очень уже. Поэтому можно поговорить, спросить, ну как дальше планируешь? Будем работать, не будем? И как правило, такие люди, они открываются и говорят, что я, наверное, уже буду подыскивать. Дело не в том, что вот там компания плохая, а вот мне надо дальше идти, там развиваться. Нормально, это естественная ситуация. И когда тебе говорят там за месяц, за два о том, что я в спокойном темпе подыскиваю себе работу, вы тоже в свободном темпе, как компания, можете подыскать замену, а не тогда, когда завтра человек увольняется, там релиз, все горит, все в огне, и везде караул. То есть такую ситуацию можно заблаговременно отработать. Может быть другая ситуация. Сотрудник суперлояльный. Вот прям спит и видит дальнейшую работу в вашей компании, там долгие-долгие годы, но потенциал и компетентность вот как-то вот не растут. Они идут на одном уровне, и все. Тоже отрабатывается эта ситуация. Во-первых, смотрим, почему не растет ни потенциал, ни компетентность. Причем если по динамике, то с июля месяца, время прошло достаточно много. Может быть, сотрудник не знает, как расти. Бывает такое. Хочу развиваться, не знаю куда, не знаю как. Подскажите, что мне надо сделать. Если развиваться там не получается, есть хорошие руки, работают, не трожь. Все замечательно. Просто в таком состоянии человек может проработать год-два. Надо говорить о том, что то, что есть сейчас, если не будет дальше расти, так и останется. Возможно, человека это сотруднику устроит. Другая ситуация может быть. Конечно, если со старта приходит такой человек, желательно, чтобы такого не было. То есть такие не попадали в компанию. Но если посмотреть тоже на динамику, мы смотрим в таблице «Все караул», смотрим в динамике, был высокий уровень лояльности, был средний уровень компетентности, а потом все упало. Куда все делать? Либо мы можем прийти и сказать, типа, до свидания, вы нам не нужны, но мы так не делаем. Мы узнаем, что случилось. Такая ситуация была реальная. Оказалось, что человека перевели в отдел по юзабилити и сказали, что будешь развиваться как специалист по юзабилити. Сотрудник, когда ему сказали, что там у тебя такие возможности, там у нас и то, и это, я такая, ну да, хорошо, я согласна. И она работала, а потом оказалось, что ей этого не хотелось. Она вообще планировала в дальнейшем развиваться в менеджмент. И вот этой юзабилити вообще не сдалось. Просто руководитель сказал, что надо, вот это так классно. И она просто не могла сказать нет. И поэтому, занимаясь задачами, которые ей не нравятся, которые она не хочет делать, у нее и уровень компетентности падал, потому что она в юзабилити не развивалась, и лояльность компании тоже, потому что человек не на своем месте. Пошли дальше. Поскольку у нас есть уже табличка с данными, и из нее можно выжимать намного больше, смотрели, чего нам еще не хватает. Мы сделали показатель общий уровень ЛПК по компании. Хорошо, когда высокий и очень высокий уровень занимает где-то 20-30% компании, 60% средний и 10% — это низкий показатель. Мы пришли к тому, что не всех надо тянуть на высокий и очень высокий уровень. Почему это такая тонкая материя? Скажу так, есть люди, которые работают головой, есть люди, которые работают руками. И когда все работают головой, рук не остается. У нас там куча менеджеров, куча таких классных людей, а те, кто это внедряет, те, кто делает работу такую основную, их не становится. Поэтому в пределах 20-30% высокий уровень и 60% средний — для нашей компании такой показатель хорош. Вас вы можете поанализировать самостоятельно, какой уровень и сколько вам нужен. Сделали определение ЛПК по департаменту. Для чего? Потому что, оказалось, административный персонал составляет как раз-таки высокий и очень высокий уровень, а технический персонал составляет средний. И мы были, ага, вот если посмотреть на предыдущий, казалось, все замечательно, а по департаменту окажется, что не все замечательно. Надо повышать высокий и очень высокий уровень ЛПК в техническом департаменте и посмотреть, что происходит с административным. Итак, по каждому департаменту можно отслеживать динамику, чтобы в каждом департаменте были высококвалифицированные и классные специалисты. Поскольку на аутсорсе, напоминаю, проектов много, и мы начали тоже отслеживать динамику, что с одного проекта там увольняется много людей, а на другом сабильно, классно, все работает, замечательно, иначе отслеживать по проекту. Оказалось, что тоже на одном проекте у нас куча людей с высоким и очень высоким показателем, а на других, например, проектах показатели ниже. И тут уже можно отслеживать. Не всегда дело в людях, иногда дело в проекте. Бывают такие проекты-вампиры, которые людей, сотрудников, которые хотели работать, просто убивают фактически. И сотрудники убегают не из компаний вашей, наши в данном случае, а из данного проекта. Иногда на самом деле распределение было неправильным, и получилось так, что на одном проекте все классные, высокого уровня специалисты, на другом нет. Можно замиксовать, чтобы уровень компетенции, потенциала, лояльности был примерно одинаков на каждом проекте. Сделали еще таблицу по динамике уровня за год, чтобы можно было отслеживать, как растет каждый показатель, растет или падает каждый показатель в течение месяца. Был скачок у нас один, когда лояльность сотрудников так хопа и упала. Мы такие, ой, а что случилось? Оказывается, там были праздники, и зарплату выплачивали. Мы обычно в пятых числах выплачиваем, а тут с пятого по десятого вообще у нас указано. Обычно пятого, пятого, а тут хопа, десятого выплачивали. Все так, ребят, что случилось? Что происходит? Мы поняли, что с этим вопросом надо быть аккуратнее. То есть очень удобно смотреть, отслеживать в динамике. Вся эта красота выглядит в одном дашборде примерно так. Классно то, что можно загонять туда свои разные показатели. Допустим, если мы придем к тому, что уровень потенциала нам не особо показать, если надо его чем-то занять другим, все вшивается в одну таблицу, и тебе не надо ничего нового мутить, новый велосипед, все очень удобно. Условия, которые я бы, наверное, хотела озвучить. Для того, чтобы это все работало, для того, чтобы можно было точечно применять эту программу к своим сотрудникам, сотрудники должны знать вообще, как они могут расти и развиваться, и система компании должна быть открытая. То есть если вы ждете, что ваши сотрудники будут проактивны, если они будут внедрять идеи, если они будут брать на себя ответственность, они должны знать, что они могут это сделать. У нас была ситуация, пришел сотрудник из госпроектов. Он очень долго сидел вот в таком уровне, одинаковом, 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 и особо не рос. И когда мы начали узнавать, а что случилось, оказывается, потенциал у сотрудника колоссальный. Идей много, компетентность шикарная. Он просто не знал о том, что можно предлагать идеи, а то, что можно их самостоятельно внедрять, о том, что можно брать на себя ответственность, потому что на госпроекте это было все нельзя категорически. То есть вот ты сидишь, у тебя есть задача, ты ее задача, и все. И когда он узнал, что это все можно, он просто преобразился и стал совсем по-другому себя вести. То есть если вы хотите, чтобы ваши сотрудники росли, покажите им, как они это могут делать. Если у вас есть бесплатные курсы, библиотека, система образования, расскажите им об этом, напоминайте им об этом. Говорите, что вот, если ты хочешь расти, ты можешь прийти ко мне, мы с тобой можем поговорить, составить индивидуальный план развития и посмотреть, что тебе надо прокачать, как ты можешь расти. Можешь прийти, вот, всем целая система, учись, развивайся, все очень классно и доступно. Что в итоге мы получили от всего этого дела? Тут я хотела сделать очень большой и классный слайд, как это все упало, там, чувствую, не длинные леи текучка. Пока не могу похвастаться прям шикарными цифрами. Могу сказать, что если там на предыдущем, в начале слайда был там 51%, сейчас у нас 40,5%, то есть это за два месяца, не за четыре. То есть показатель текучести падает. И могу, если таких прям классных цифр, если брать ключевых сотрудников, то показатель текучести упал с 8 до 2%. Вот это вот прям вот то, к чему мы стремились. Это по ключевым сотрудникам. Стало меньше манипуляций со стороны по увольнению, со стороны сотрудников. Раньше бывали ситуации, когда приходит сотрудник, говорит, я вот, либо зарплату повышайте, либо я пойду. И мы начинали как раз применять систему удержания. Не должны люди уходить, их надо всех удерживать, сотрудникам надо работать. А сейчас смотришь, ну вот он вот такой вот ровненький, не развивается, не растет, компания лояльности не особо. Говоришь, ну, наверное, иди. Мы тебе рекомендацию дадим. Или, ну, хочешь время какое-то на поиск новой компании, пожалуйста, всегда навстречу пойдем. Раннее реагирование и поиск взамен и увольняющихся сотрудников. То есть у нас часто были ситуации, вот когда все горит, и все в огне, и люди нужны, и тут один уходит, тут новый проект появляется, и постоянный-постоянный горящий поиск. А хочется же еще не абы кого, хочется хороших, классных специалистов. И это не один день поиска, не один день работы. То есть мы уже заранее готовы и знаем, что, возможно, вот один сотрудник уволится, со вторым поговорили, да, он сказал, что в спокойном темпе ищет работу. Мы заранее реагируем и можем отработать эту ситуацию. И стабилизация команд. То есть на проектах перестала быть ситуация, что на одном проекте ужасная текучка, а на другом проекте все стабильно. Со стороны заказчиков постоянно текучка выглядит страшно, им всегда становится страшно, они боятся, они пугаются, говорят, что у вас там происходит в компании, от вас постоянно все бегут. Эту ситуацию мы фактически искоренили, и команды стали стабильнее, заказчики стали спокойные, и работать с ними стало намного приятнее. Все материалы по таблицам, то есть анкеты, которые мы используем, примеры не все анкеты, вопросы, которые задаем. И вот та самая волшебная лампочка, которую мы используем, она доступна на нашем сайте Quality Lab в блоге. Можете брать, копировать, выставлять свои данные, применять, пожалуйста, пользуйтесь, работайте и удерживайте людей правильно. Здравствуйте, спасибо за доклад. Кто говорит, где? Я говорю. А не подскажете, есть ли какая-то статистика? Вот если человек собирался увольняться, вы вот с ним поговорили, как-то его замотивировали, насколько вот этого допинга хватает? То есть не получится ли так, что он как бы замотивируется, но на короткий срок. А через месяц скажут, что мотивация прошла. Хороший вопрос. Прямо статистику мы не собираем. Может, на глаз примерно, просто по опыту. Ушел, перешел. Это вопрос намного глубже. Это вопрос как раз-таки программы менеджмента счастья. Вот Макс рассказывал про него. Я рассказывала на Highload осенью. Там уже прям колоссальная работа менеджеров счастья. И там надо понять вообще причину. Мы не мотивируем всех вот там без повода. А, он увольняется, надо его срочно мотивировать, чтобы все было хорошо. Если ситуация такая вот, ну, ребят, мне хорошо было с вами, вам было хорошо со мной, давайте расходиться по-хорошему. Ведь суть не в том, чтобы вот всех замотивировать и всех удержать. Вот этого допинга, как раз-таки, как вы говорите, его не надо использовать. Это такой временный эффект, который он пройдет. Надо понять суть вот именно, в чем конкретно проблема, да, вот этих пять правил, почему докопаться до истины, что происходит с человеком. И дальше уже с этим разбираться. Если это проблема, которая решаема в рамках компании, и с сотрудником дальше можно будет продолжать работать, значит, мы с этим работаем. Если это в рамках компании нерешаемо и лучше разойтись, то лучше прийти к хорошему сотрудникам разойтись. Спасибо. Можно короткий вопрос? Вопрос следующий от компании, которая уже тоже делает такие же что-то похожие. Какой процент людей, которых вы выявили, вернее, какой процент от тех людей, которые пришли к вам с заявлением на увольнение, ваша система выявила, какой нет? Вы прям такие проценты, проценты, проценты. Я прям хотела пойти посчитать. Это очевидный KPI просто, поэтому. До меня не дошло, извините, что можно посчитать такой классный очевидный KPI, то я себе напишу. Ну так, на скидку, насколько эффективно. На скидку, если за последние месяца вот два, пять человек, которые пришли, говорили, что вот все, что-то не очень, четыре из них осталось. А система их выявила? Да. То есть всех их она выявила? Мы проговорили, остальные… То есть люди, которых система не выявляет, они к вам не приходили увольняться? Пока нет. Отлично, большое спасибо. Можно? Я тут с бананом. Здравствуйте. Виктория, спасибо за доклад. Отлично. У меня носки с бананами. Отлично поработали, там данные собрали вообще шикарные. Но мне кажется, что вы за деревьями не увидели леса. Я, возможно, выскажу непопулярное мнение, но в тестировщике идут не от хорошей жизни. Это обидно. И мне кажется, что тестировщики в целом через два года уходят везде, в любых компаниях. Учитывая специфику вашей компании, у вас работают стопроцентно серые тестировщики. Какие серые? Я говорю, все 100% сотрудников от тестировщики. Не все 100%. У нас еще есть феи. Мысль какая. Вот сидит, например, там тестировщик. Я вот слабо представляю, что может быть какие-то грейды, сеньор тестировщик. Что он делает, сеньор? Я, например, сеньор помидором меня называют. Я разработчик. Максимум тестировщик может развиться, не знаю, в автоматизаторах. Можно писать там тесты на NGS или там на питоне. Тогда в него возникает, через два года возникает вопрос, какого черта я сижу здесь, если я умею кодить? Зачем мне сидеть за 45 условных косарей и работать на тестировщика, если я могу уйти в разработчики и получать намного больше? Это такой заброс из другого лагеря. Здесь нужна частая война. Вопрос в том, что ваша текучка, это кажется просто специфика ваших сотрудников, что они в принципе тестировщики. А вопрос в чем? А вопрос в том, что не приходила вам эта мысль вообще, что именно в этом состоит высокий уровень вашей текучки? Категорически не согласна с вами. Прямо категорически. Есть люди, которые приходят в профессию, потому что друзья посоветовали, какие-то условия неплохие. очень многим нравится удаленка, потому что можно быть непривязанным к месту. Есть те, которые уходят к тому, что не мое. Есть те, которые… Скажу сразу, те, кто приходят, я тут потестирую, потом разработчики пойду, они к нам не приходят. То есть они к нам не попадают. Они приходят, но к нам не попадают. Не согласна с тем, что текучка связана с областью. Мы можем много дискутировать. Можно я просто скажу, что я с вами не согласна? Хорошо, спасибо. Виктория, я здесь. Да, я без банана. У меня вопрос такой. У вас возникают ситуации, когда компетентность разработчиков тестировщика значительно превышает его потенциал, там потенциал 2, компетентность 4. И как наилучшим образом использовать те, где человек лучше всего себя применяет, использовать для себя и компании? Как вы это решаете? Бывает такое. Не каждый показатель надо, как говорило, тянуть вверх. Если там компетентность очень высокая, потенциал не очень, это могут быть хорошие исполнители. То есть есть определенные ползадачи, задачи разного уровня по сложности, и он будет сделать высокосложные задачи на очень хорошем уровне, но не будет внедрять чего-то нового. То есть мы смотрим, если ему не хватает какого-то вот этого роста, развития, он не знает, как себя применить, мы с ним разговариваем, развиваем его. Если у него все замечательно, его это устраивает, он просто получает вот этот свой допинг с задачей сложнее, 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 и он от этого кайфует, все хорошо. Здравствуйте, спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, а сталкивались ли вы с ситуациями, с людьми, которые искусственно занижают какие-то оценки и челленджат вас на работу с ними? То есть, грубо говоря, человеку потенциально может быть все хорошо, а потом, оба-на, у нас в компании есть какая-то система, которую я могу заставить что-то вот сделать для меня, и почему бы не попытаться заставить это сделать? Ну, просто вот just for fun хотя бы. Я не отслеживала такого, чтобы люди прям специально занижали к себе, но есть люди, которые требуют к себе больше внимания, чем остальные. Ну, есть там интроверты, да, есть экстраверты, кому-то надо приходить почаще, кому-то поменьше. Эту ситуацию отрабатывают у нас менеджеры счастья в компании, и они знают, что вот у них есть там сотрудник, который требует много времени, общения он хочет, там, участвует в беговых клубах компании, он хочет там ездить по городам, встречаться с коллегами, он хочет каких-то ивентов, и с ним отрабатывается, соответственно, иногда очень просто и классно, давайте ему говорим, классно, хочешь ивент, организуй, мы поможем. Извините, просто для ивента нужно быть инициативным, то есть самому проявлять эту инициативу. А в вашем случае я могу здесь просто поставить единички, и вот они прибегут, и мне что-то сделают. И просто я правильно понимаю, что вы фактически таких людей просто выявляете по психологическому профилю, и если они вам выставляют единички, такие, ну, чувак, ты просто нас челленджешь, как бы давайте мы поделим на два твою оценку. Может, еще просто немного времени проработала эта система, да, не успели такого прям оценить, такого, чтобы прям единички. Динамика, она колеблется, но не остро. Такого, чтобы у чувака-то все единички, а на самом деле у него, ты приходишь, у него все великолепно, такого еще не было. Если приспускается какой-то показатель, то значит, на самом деле где-то что-то произошло. Может, это не так критично, как ты прибежала, такой, я пришел тебя там спасать и помогать. Иногда у кого-то более критичный вопрос, у кого-то менее критичный вопрос, но вот динамика такого скачков нет. Еще раз, как долго проработала система? Система вот в таком чистом виде, она работает два месяца. Ну, просто, может быть, вы с ними не сталкивались, может, еще не сталкивались. Ну, просто интересный кейс. Спасибо, я себе тоже взяла на заметку, что такое может быть. Спасибо за доклад. Я являюсь разработчиком, и для меня как бы держать вокруг себя компетентных сотрудников достаточно болезненная тема, и поэтому мы у себя тоже систему метрик ввели, но не автоматизировали, не вводили анкетные данные. Спасибо, я воспользуюсь вашими материалами. У меня вопрос такой. Вы метрики в какой период снимаете? Какой-то определенный день и тому подобное. Я хочу поделиться своим тоже опытом. Я говорила, мы снимаем на трех этапах. Это вот прям четко. Это собеседование, окончание испытательного срока, три месяца работы в компании, и каждый перформанс-ревью, стабильно оно проходит раз в год. По запросу сотрудник может провести его раньше, чем раз в год. И отслеживаем еще иногда динамику по сотрудникам. Каждый месяц у нас есть опрос удовлетворенности, но мы его не так, что прям собираем все эти метрики и заносим в таблицу. Если у нас есть вопрос по какому-либо сотруднику, то мы смотрим эту таблицу удовлетворенности. Если нет, то, соответственно, вот эти три этапа. Мне очень понравилась тема букинга. Когда я раз в квартал, я так понимаю, у вас прям сразу все отвечают на вопросы. Вот я думаю, может тоже применить подобные. У нас в день зарплаты снимается, чтобы как бы… А, чтобы прям посчастливее вылетать. Нет, как бы, чтобы лишних раздражителей не было, типа, у меня завтра ипотекой нужно платить, и как бы… Я бы, наверное, тогда сделала какое-то среднее, средина после зарплаты и перед зарплатой. Мы смотрим как бы на общий дух команды, то есть в этом плане, вот, и лояльность. Поэтому сторонние раздражители нам не особо интересны, но как бы проблему сотрудников тоже как бы озвучивается. Хотя, да, если человек недостаточно получил зарплаты, он такой… Вы, конечно, классные, но мне тут недостаточно. Давайте последний вопрос. Последний, последний. Здрасте, спасибо за доклад. А для сотрудников это открытая информация? Вот эти вот оценочки, там, 2, 4, вы… Для сотрудников открытая информация, что мы собираем эти метрики. Пока что мы для себя решили, что сама информация, вот эта вот база данных, она не будет доступна сотрудникам. Возможно, мы поменяем свой подход к этому дальнейшему, но пока что нет. Может, сам человек прийти и сказать, а можно я посмотрю по себе, вот, как оно у меня там? Конечно, мы от него не будем скрывать. Как минимум свои оценки он может увидеть. Конечно, да. Ну, это же нормально. Оценки чужих пока что решили не открывать. Спасибо. Окей, Виктория. Спасибо большое за доклад. Аплодисменты. Спасибо. Продолжение следует...